Код неисправности OBD2 Техническое описание, цепь управления выпускным клапаном цилиндра 1, обрыв Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Dodge, Peugeot, Jeep, Chevrolet, Chrysler и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации двигателя, код неисправности OBD2 P3405 и соответствующие коды P3406, P3407 и P3408 связаны с цепью управления выпускным клапаном цилиндра 1, целью схемы управления выпускным клапаном цилиндра 1 является отключение выпускного клапана, Чтобы приспособиться к функции отключения цилиндра, например, режим V4 двигателя V8, чтобы улучшить экономию топлива во время работы с небольшой нагрузкой на холостом ходу или на шоссе, модуль управления двигателем ESM управляет 4 или 8 цилиндровыми режимами двигателя, деактивируя 4 цилиндра двигателя, этот процесс достигается за счет включения соленоидов с регулируемыми фазами газораспределения, которые включают и выключают выпускные клапаны по мере необходимости, Этот код относится к цилиндру номер 1, а остальные три цилиндра в этом процессе определяются конфигурацией двигателя и порядком включения цилиндров, контроллеры SUD ограничат отключение цилиндра до 10 минут в режиме V4, а затем вернется в режим V8 на одну минуту Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения цилиндра номер 1 устанавливается на выпускном коллекторе или рядом с ним в непосредственной близости от этого цилиндра в зависимости от конкретной конфигурации и транспортного средства Когда контроллер SUD обнаруживает недопустимое напряжение или сопротивление в цепи управления выпускным клапаном цилиндра 1, устанавливается код P3405 и может загореться индикатор проверки двигателя, индикатор обслуживания двигателя или оба индикатора В некоторых случаях контроллер SUD может отключить форсунку цилиндра номер 1 до тех пор, пока проблема не будет устранена и код не будет очищен, что приведет к заметным пропускам зажигания в двигателе Электромагнитные клапаны отключения цилиндров, каков уровень серьезности этого кода неисправности Степень серьезности этого кода может сильно варьироваться от средней до тяжелой в зависимости от конкретных симптомов неисправности Пропуски зажигания требуют немедленного внимания, поскольку они могут привести к необратимому повреждению внутренних компонентов двигателя Каковы некоторые симптомы кода? Симптомы кода неисправности P3405 могут включать повышенный расход топлива Низкие характеристики двигателя Пропуски зажигания двигателя Скоро загорится индикатор технического обслуживания двигателя Проверьте, горит ли индикатор двигателя Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины этого кода P3405 могут включать Неисправный соленоид системы изменения фаз газораспределения Низкий уровень или давление масла в двигателе Ограниченный проход для масла Неисправная или поврежденная проводка Коррозия, повреждение или ослабление разъема Неисправный ESM Каковы некоторые шаги по устранению неисправностей P3405? Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней Технического обслуживания ТСБ для конкретного автомобиля с разбивкой по годам Модели и двигателю Это может сэкономить ваше время и деньги Потому что это, по сути, известное решение известной проблемы Второй шаг – проверить состояние моторного масла и убедиться, что он обслуживается до надлежащего уровня Затем найдите все компоненты, связанные с цепью управления выпускным клапаном цилиндра 1 И найдите очевидные физические повреждения В зависимости от конкретного автомобиля эта схема может включать в себя несколько компонентов Включая соленоид регулируемой фазы газораспределения, переключатели, индикаторы неисправности и блок управления двигателем Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов Таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов Проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для автомобиля Чтобы проверить конфигурацию и определить каждый компонент, включенный в цепь управления выпускным клапаном цилиндра 1 Расширенные действия Расширенные действия становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля В этой ситуации манометр может также облегчить процесс поиска и устранения неисправностей Чтобы подтвердить наличие ограничения прохождения масла, напряжение проверка Опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы Конкретные технические данные будут включать диаграммы поиска и устранения неисправности и соответствующую последовательность действий, которые помогут вам поставить точный диагноз Если в этом процессе выявляется отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов проверки на целостность цепи Продолжение следует проводить при отключенном от цепи питания, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая является разомкнутой, закороченной или корродированной, и ее необходимо отремонтировать или заменить Каковы стандартные способы устранения этого кода? Замена соленоида изменения фаз газораспределения очистка разъемов от коррозии ремонт или замена неисправной проводки Очистка заблокированных масляных каналов мигания или замена общей ошибки контроллера ЭСУД Замена соленоида системы изменения фаз газораспределения при недостаточном давлении масла или неисправной проводки вызывает установку этого кода контроллером ЭСУД Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для устранения проблемы с кодом неисправности цепи управления выпускным клапаном, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.